Биткоин пытается провести 72 тысячи. Итак, друзья мои, биткоин пробивает снова all-time high практически, уже находится на 71 тысячи 500 примерно, когда я это записываю. И все выглядит просто невероятно по-быче, если мы посмотрим вот так немножко отдалимся, понимаем, что это как бы экспонент, парабола, которая легко может забросить на свыше 100 тысяч в ближайшее время. Ну, просто посмотрите по примеру, подобие того, что биткоин делал много-много раз, да? Вот, опять же, ничего не гарантировано, но в моменте импульс, собственно, который и называется momentum по-английски, momentum очень сильный, на мой взгляд, опять же. Тем более, что это уже трижды ретест, понимаете, грубо говоря, all-time high, там 70k, да? Можно сказать, что это восходящее сопротивление. Тем не менее, да, вот мы уже очень близки к нему и практически пробиваем. Локальное сопротивление в... Что мы, собственно, и видим по ТРДР, ребята, что здесь очень сильный у нас продавец сидел все это время, но я вам вчера говорил и позавчера, по-моему, что идет, ситуация поджимается к верхней границе треугольника, поэтому скорее все это пробьется наверх. Вот, потом, возможно, сделают еще сильную волну вниз, чтобы вынести всех хомяков, кто там залетит, и потом наверх. Поэтому все еще жду такой птички, все еще жду похода ниже 60 тысяч. Естественно, это отменит только то, если мы сейчас улетим сразу когда-нибудь на 110, на 120, тогда, конечно, в том случае, дай бог, чтобы нас хотя бы на 80 потом уронили. Вот, ну, в целом, да, это все выглядит как зеркальный уровень, то есть, что я имею в виду, это у нас был предыдущий хай дважды, да, это были очень перекупленные значения в тот момент. А сейчас это, походу, может стать новой нашей поддержкой, ну, допустим, так же, как это было вот здесь вот с предыдущим хаем в 18-19 тысяч. Так что, похоже, похоже, что идет пробитие, но, с другой стороны, в коррекции времени, да, во временном промежутке больше похоже, что мы сейчас рисуем какую-то вот эту вот волну, понимаете, которая вот, собственно, может даже в этом случае она не дошла до all-time high, не дошла до сопротивления all-time high, а даже раньше развернулась. А сейчас мы уже дошли до all-time high, поэтому, ну, как бы тут все равно напрашивается какое-то лето флэт или лето коррекции. Это мое мнение. Дисклеймер, не финансовый совет. Тем временем мы видим, что альткоины прекрасно себя чувствуют многие, да, конечно, это при всем при том, что многие из них все еще на дне валяются. То есть, на самом деле, сейчас, на мой взгляд, интереснее как раз поучаствовать в этом альтсезоне, который уже не просто начинается, он уже вот здесь и сейчас. Мы видим за месяц, за год очень хорошие цифры. И единственное, что я бы мог посоветовать, особенно новичкам, если вы видите, что монета уже сделала от 1000% до 10 тысяч, да, скажем, больше они редко делают, ну, как минимум ее продайте, понимаете, а как максимум зашортите. То есть, не покупайте точно сейчас то, что сделало больше 1000%, такой мой вам совет. Оно может сделать еще несколько тысяч, может, но, как вам сказать. Нет, смотрите сами, хотите, покупайте, просто в итоге, когда вы накупите вот это все по хаям, ноткоины там всякие, не знаю, по сколько он будет, хоть по полдоллара, хоть по доллару, неважно, вот тогда все начнут лить, когда, собственно, будет кого брить. Вот, поэтому не позволяйте себе брить, не покупайте пепе, всякие флоки, я имею в виду, там, на долгосрок и на большие объемы. Не рискуйте с этим. Я еще раз, я не призываю шортить, но и предостерегаю такое лонговать. Значит, теперь по новостям давайте пробежимся. Робин Гуд только что сказали, что покупают битстамп, это старейший криптоэксченч, старейшая криптобиржа, спотовая, и также они инвестируют в биткоин. Что еще у нас есть? Да, 10 тысяч биткоинов, друзья, сегодня только выведены с бирж в общей сумме, и всего 450 биткоинов намайнено. То есть, вы понимаете, что Fidelity, BlackRock, они все скупают битки по 10 тысяч в день, в то время как майнят меньше, чем 500. То есть, спрос сейчас в 20 раз превышает предложение, что, конечно же, хорошо сказывается на цене. Посмотрите, вот у нас с вами видно, что баланс удерживаемых биткоинов на бирже падает. Посмотрите, да, вот сейчас в моменте, конечно, залили, чтобы продать. Возможно, это какие-то старые битки. Помните, начали двигаться старые битки еще до Монгоксовских. Но, тем не менее, даже если туда, хоть, понимаете, кто еще у нас крупные держатели? Майкл Сейлор, там, Сатоши Накамото, правительство США, даже если правительство Китая, даже если они начнут лить в рынок, у них все, по идее, выкупят эти эферы. Надеемся, конечно, на это с вами. Поэтому, блин, как вам сказать, тут в целом-то шорт напрашивается в ближайшее время, но главное не прошортиться. Вот что я вам хочу сказать, поэтому хеджируйтесь, ставьте стопы обязательно. Ну и ставьте лайк, конечно же, друзья, если вам заходит такой контент. Спасибо большое, что смотрите CryptoCommons. И, кстати, вот, видите, там Гэри Гэнслер. Вот, и он недавно дал интересный комментарий по поводу альтсезона и по поводу, точнее, регуляции альткоинов. Но это не он, конечно же, это не тот комментарий. А какой комментарий он дал? Мы сейчас послушаем вместе с вами и после этого обсудим. Теперь. Полка Дот, Кардана, Космос, Иммютабл, Ронин, Банк, Осмосис, Суши Своб. Моя соседка Элис торгует на миллионы. Сегодняшним утром я говорил о миллионах долларов. Теперь у нас будут или нам следует иметь Суши Своб, может, ИТФ? Или как там правильно сказать будет? Я думал, что Банк настоящий, а Осмосис, они торгуются на миллионы. Гэри, там трейдинг на миллионы долларов. Может, и нам какой-нибудь продукт стоит заиметь? Давай-ка я скажу кое-что более широко о крипторынках. Прямо сейчас и без каких-либо предосуждений. Эти токены, те, что перечислят Джим или все остальные, неважно, они не только не раскрывают тебе необходимую информацию, которая тебе нужна как инвестору, но и то, что требует закон. Это же базовый принцип нашего рынка ценных бумаг. Нам СЕК завтра исполняется 90. С днем рождения, СЕК. 90. И то, что сделал президент Рузвельт, он создал эту комиссию следить за тобой как инвестором, что ты получаешь эту информацию. А крипторынок не предоставляет тебе такое раскрытие данных. А второе, то, что биржи, как, например, эта на этом этаже, Нью-Йоркская фондовая, должным образом регулируются и защищают от мошенничества и манипуляций, и не торгуют против вас. Джим, а эти криптобиржи делают вещи, которые бы мы никогда не позволили делать этой Нью-Йоркской фондовой. Наши законы не позволяют вам торговать против своих клиентов. Вот так. Вот, так что, да, спасибо, Гэри. Но, как вы поняли, верить этим людям нельзя, потому что, как вам сказать, потому что их задача нам врать, понимаете, нам с вами. И вот еще один такой же. There is no way Bitcoin is going to one million. Джим Крамер говорит. Подтверждено, конфирм, Bitcoin is going to one million. Биткоин никогда не дойдет, грубо говоря, до миллиона долларов, он говорит. И все. Говорит, подтверждено, Bitcoin идет на миллион долларов. Ну, просто это правда так. Потому что их задача лгать нам с вами. И вот это хорошее. Срочно биткоин проплевается к 72 тысячам долларам. А вот и чувак, который купил биткоин в 2021 по 69 тысяч, празднует первый 1% профита. Но чтобы так жестко не вафлить, как он, мы с вами знаем специальные инструменты, которые позволяют зарабатывать больше и эффективнее, чем просто торговля на споте, покупка по хаям и пересиживание всего медвежьего рынка. Вот. Так что что? Вот. Всем, кстати, каста ту за мунером. Все у них перфекто. Что по биткоину еще? Эль Сальвадор теперь владеет 5770 биткоинами, что равно 402 миллионам долларов. Посмотрите, как ровненько они идут наверх. Но они майнят, ребята. Они майнят на государственном уровне валюта биткоин, понимаете? То есть они вместо того, чтобы заниматься эмиссией денег, печатью фиата, который дешевеет, они майнят биткоины. Я считаю, что это очень-очень круто. Вот, биткоин пытается провить 72 тысячи. Так, что еще? BlackRock, биткоин, ETF, IBIT уже за сегодня получил 155 миллионов вливаний. Вот еще мой друг Карл с луной отмечает, что мы только-только входим в зеленую зону булл-маркета. То есть у нас прошел халвинг, и после этого обычно идет самый сильный рост. Если вы посмотрите, до этого, в принципе, рост это особо... Ну, как бы он есть там на 100-200%, но потом вы понимаете, что его не было. Единственное, что мы здесь можем видеть, что уменьшаются возвраты постепенно. Поэтому, возможно, этот квадратик будет не такой прекрасный в логарифме, но тем не менее, тем не менее. Вот еще важная очень новость. Европейский центральный банк впервые за 5 лет понизил ставку. И федеральный резерв Next, походу. Так что изучайте биткоин. Вот, они высвечивают на здании Европейского банка. Конечно же, ребята, надо понимать, что это будущее. Крипта – это будущее денег. Ну, как бы раньше тоже все пользовались бумажками, ракушками, на лошадях ездили. Но надо быть идиотом, чтобы не понимать. Крипта – это как интернет денег, понимаете? То есть, когда появился интернет, многие тоже скептически говорили. Вот у нас с вами, помните, кривая принятия интернета. Вот, мы по биткоину сейчас с вами где-то в 97-м, ну, уже нет, скорее, в 99-м году. То есть, в 99-м году интернет был принят массами на 5%, как вы видите, из 100. Сейчас интернет уже на 50% принят. То есть, уже даже в самых, не знаю, каких там отдаленных уголках планеты вы можете выйти в интернет. Раньше еще даже… Вы же помните, что еще смартфоны только появились, кто… Алды, кто помнит, что не было мобильного интернета еще. Году в 2007-м, 2008-м, мне кажется, нормального. Даже в 2010-м он еще был тормознутый. Сейчас уже вон что. То есть, без интернета сложно себе представить жизнь даже какой-нибудь бабушке. То есть, мы все еще здесь. Соответственно, биткоин, конечно же, будет расти в цене не потому, что там он такой крутой даже, или потому, что он хедж от инфляции, а потому, что просто сетевой эффект банально будет его… Потому, что все еще будет его двигать, и все еще очень мало людей. То есть, это закон Миткалфа. Количество полезности сети, или как там растет пропорционально ее участников, или что-то такое. Подождите, я забыл. Вот хорошая штука Google. Видите, забыл, сразу загуглил. А раньше-то этого не было. Приходилось людям в библиотеку идти, понимаете, или на телеграф. Раньше трейдили, прикиньте, старые трейдеры реально вот эти записки биржевого спекулянта, или как называется книга, я забыл. Где он трейдил по телеграфной ленте просто. Сообщения приходили, как из факса на бумаге, какая сейчас котировка. И они трейдили таким образом. Короче, закон Миткалфа гласит, что полезность для потребителей участия в сетевом взаимодействии численно измеряется как половине квадрата численности пользователей сети. Короче, здесь все очень сложно написано, но суть этого закона вот в чем. Что, допустим, два телефона создают всего одно взаимодействие, а уже пять телефонов создают десять взаимодействий. При двенадцати телефонов будет шестьдесят шесть соединений и так далее. Видите, это похоже на блокчейн на самом деле. Так что, с этой точки зрения, я думаю, что мы все еще где-то здесь действительно. И этот цикл еще не завершен. И глобальный, конечно же, цикл тоже еще, можно сказать, даже не начинался по биткоину. В связи с чем, друзья, я снова набрал лонги, пока я не вижу отмены восходящего импульса. По битку уже в плюсе, по доту, по лайтку в неплохом плюсе. Вот он пошел, смотрите, как раз от нижней границы канала, как мы и говорили с вами. Дот. Дот тоже вроде начал зеленые свечи хайконаши показывать. И все еще очень перепроданный, на мой взгляд. Мана неплохо пошла у меня. Децитралэнд. Но опять же, она все еще внизу канала, то есть это ни о чем разговор. Это все реально смотрит куда-то на перехаи вот этих вот хаев, надо это понимать. А вот XRP что-то пока стоит мертвым грузом. По 0.52 все еще торгуется. И знаете, что я вам скажу? Сейчас идет консенсус, конференция от CoinDesk. Интересная. И там выступает много спикеров крутых. В том числе там был Дэвид Шварц. Это CEO Ripple. Ну, один из основателей. Один из двух чуваков. Так что давайте посмотрим, что он говорит. Потому что, как я понял, Ripple теперь сфокусированы больше на DeFi и на всяких таких современных штучках. Давайте послушаем. К нам присоединяется Дэвид Шварц, технический директор Ripple. И это наша первая живая встреча, по крайней мере для меня. Хотя ранее мы с тобой встречались на подкасте. Поэтому я очень рад этой возможности. Здорово и спасибо, что присоединился. Я тоже рад. Не могу поверить, что вы организовали целую подкаст-студию в середине митинга. Невероятно. Да, и мы ее по-прежнему используем, так что будет время, заходи снова. Дэвид, но все же, можешь для начала нам немножко рассказать о том, что ты думаешь о этой конференции? Я знаю, что ты был на ней несколько раз уже. Что-то новое? Я думаю, что наибольшее отличие в том, что здесь огромное количество разработчиков. Ведь обычно консенсус — это говорящие бизнесмены и повсеместные спекуляции о растущих цифрах. А все потому, что они не знают, как это работает, им больше не о чем говорить. Но в этот раз я здесь вижу много разработчиков, позитивных разговоров, конструктивных обсуждений, и это просто великолепно. Я очень рад разговорам о ИИ, причем среди институционалов, и я думаю, что консенсус в этом плане подходит к ключевому моменту, когда мы наблюдаем с вами распространение и слышим все больше разговоров среди институционалов на эту тему, раскачивающих эту волну распространения, которую мы очень ждем. Дэвид, такие люди, как ты, которые уже многое время находятся в этой теме, я думаю, дольше, чем кто-либо. Вот мне интересно, конкретно о Ripple, ты ведь работаешь в Ripple Labs, ведешь разработку XRP Ledger, ты научился чему-нибудь, или, может быть, ты можешь рассказать о каких-то моментах других проектов, возможно, о каких-то других технологиях, какие-то рассказы, истории, встречи, на которых ты был, которые тебя заинтересовали и удивили. Я думаю, что воодушевление вокруг ИИ, вот это стало для меня сюрпризом. То, как быстро люди осознали эту синергию, возможную между блокчейном и ИИ. И не могу сказать конкретно, что это, но уверен, что за этим большое будущее. А мы продолжим двигаться в этом направлении. А еще распространение среди институционалов, реальных примеров использования DeFi, о чем бы никто не подумал, ведь они обязаны соблюдать законодательство. Так что я думаю, в общем, люди нашли возможность смешать возможность следования законом без создания так называемых отдельных островов. Ведь никто не хочет использования блокчейном институционалам без какой-то либо конкретной цели. И у нас получилось включить сюда DeFi. Я думаю, ярчайшим примером может быть стейблкоин. Возможно, это самая соответствующая закону вещь во всем крипто-пространстве. И люди по-прежнему могут использовать стейблкоины анонимно и полностью в децентрализованных DeFi-приложениях. Так что я считаю эту искру и синергию просто восхитительной. Буквально вчера ты сообщил о новой дорожной карте, которая включает DeFi использования крупными институционалами. Я ничего не напи***дил? Всё чётко. Идея заключается в том, что институционалы могут создавать вещи, которые очень жёстко и строго регулируются. Например, портфели традиционных займов, которые детально подчиняются законодательству. Но они могут взаимодействовать с системами DeFi. Например, у тебя может быть законопослушный заёмщик из очень традиционной сферы недвижимости. Или коммерческий заёмщик. А ты можешь сделать токенизацию этого долга, который может обладать совершенно любой, используя исключительно DeFi-систему. Я думаю, если мы посмотрим на подобные вещи, и то, например, как Росинтернет, то увидим, что было распространение государственное, военное, которое позволило глубоко распространиться везде, открыв возможность создания систем и синергии, приведшей к всевобщему активному росту и развитию. И я думаю, что сейчас мы видим что-то похожее. Мы видим на примере XRP Ledger'а реальное и эффективное использование в нашей жизни. Ты же знаешь, что мы технический подкаст, и ты упомянул, что я здесь в настоящий момент и увидел больше разработчиков в этом году. Знаешь, мне интересно, ты черпаешь вдохновение из технических бесед и приносишь ли его в экосистему Ripple? Например, злободневная тема нулевого разгашения. Может быть, рестейкинг. Мы видим, как внезапно протоколы первого уровня становятся вторым уровнем. К чему ты прислушиваешься? И, может быть, какие крупные технологические тренды могут быть примедены, возможно, в Ripple Ledger'е? Конкретно для меня самая большая тема — это интероперабельность. Никто бы, например, не пользовал интернет, если бы это был лишь один единственный сайт. И, знаешь, я думаю, что-то похожее происходит сейчас и с блокчейном. Блокчейн становится тем, что, например, взять биткоин, по сути, актив, который можно перемещать, а такой, например, как эфир, который можно использовать буквально везде, но он неудобен для платежей. То есть, конкретно, он не очень удобен для сохранения больших объемов данных. Но прекрасен для ИИ. Если у нас все есть эти специализированные решения, которые не могут работать вместе, и людям приходится постоянно думать о том... Ведь, например, возьмем веб-сайт. Ты же его используя, не думаешь о том, какое у него оборудование, программы, как это все работает. Это просто все работает. Так что и нам нужно прийти к технологии, которая позволит целой системе функционировать для людей, чтобы они не заморачивались, думая, «О, у меня деньги находятся на этом блокчейне, а токен, что хочу купить, находится на другом». И я вижу, что многие люди... На самом деле, пока мы сейчас даже не знаем, как это сделать хорошо. Многие сейчас на эту тему думают. Когда вы продвигаете технологию, говорящую, что она решит все проблемы, но мы это знаем. И интероперабельность — это то, над чем мы работаем давно. Она просто медленно становится постепенно лучше. Но самым первым шагом будет является перемещаемость токенов. И уже сейчас многие компании имеют очень хорошее решение для этого. Я думаю, что это лишь первый ранний шаг. Это как рождение, которое нам абсолютно нужно. Но если людям нужно будет задуматься о том, что за блокчейн они используют, какую технологию они используют, то это не вариант. А какие конкретно проблемы стоят в решении задачи интероперабельности? Ведь мы также знаем, что есть уже некоторые решения. Вот, например, в Боумнем приходит такой, как Полигон, со своим новым решением Аглэйр, которым они собираются все сохранять внутри системы. Укварительно данные других блокчейнов в своей экосистеме, чтобы потом с этим взаимодействовать. Или, скажем, как оно называется, сторч-пруф, когда даже не нужно будет перемещать свои активы по другим блокчейнам. У вас просто были доказательства, что она там есть. То, что мне интересно, какие еще решения могут быть у тебя новыми для решения этих задач по интероперабельности? Есть целый набор различных дилемм, с которыми ты сталкиваешься в решениях, которые звучат на словах «здорово», и они работают, я не говорю, что они не работают. Но все же в них есть дилеммы, когда ты хочешь убедить людей доверить, например, десятки миллиардов долларов. И одной из основных проблем является то, что есть целый набор вариантов, где они могут сломаться. Это маловероятно, но может быть. Например, в системе с нулевым разглашением может образоваться ситуация, и можно доказать, что это возможно, когда никто не сможет двигать систему дальше, когда никто не сможет создать доказательства нулевого знания, отвечающие требования системе. И либо ты оставляешь возможность управления сверху, чтобы разблокировать систему, или нет. И если нет, то это подобно ядерной реакции. Вероятно, ее не последует, но если случится, тогда все потеряют все. Еще одной проблемой является то, что ты не можешь украсть биткоин из блокчейна биткоина. Его больше никуда нельзя поместить. Нельзя украсть XRP из XRP Ledger. Поэтому, если вы доверяете системе, таким как майнинг или консенсус, ты им доверяешь, что они будут двойной траты, или не откатят операции назад. Но ты им не доверяешь то, что они не украдут миллиарды долларов из блокчейна, потому что они не могут, это невозможно. Не существует мест, куда это можно перетащить. Поэтому в мостах интероперабельности, где появляется завернутый биткоин, кто-то защищает настоящий биткоин от кражи. И дилемма, с которой ты здесь сталкиваешься, в том, что они или выпустят много денег, или немного. Если много, то система становится очень дорогой, ведь кто-то им платит все эти деньги, чтобы все это делать. Мосты дорогие. Людям это не будет интересно. Но если они немного выпускают денег, то у них будет огромный стимул украсть находящийся в основе биткоин. Если технически вы сделаете систему, которая защитит биткоин от кражи ими, то образуется та же самая проблема. Если эта система ломается, то есть ли админ, который может влезть и запустить систему. Но тогда он может влезть, и когда не надо. Итак, когда впервые Ripple появился на сцене... Не помню, сколько это было лет назад. Напомню, это был 2014-й. В том, что стало Ripple, я начал работать в 2011-м. Компания появилась в конце 2012-го. Ясно, примерно в это время на Ripple было очень много наездов и претензий. И все из-за институционального, центристского подхода. И складывается ощущение, что со временем все поменялось. Мы говорим о регулировании, мы говорим о ETF, Blackstone, BlackRock и других, и всех этих компаний. Что ты можешь сказать со своей точки зрения? Похоже, что люди эволюционировали до точки зрения на мир Ripple, или, а ведь похоже, что выглядит все по-другому, с учетом всей критики, которая валилась в начале. Да, я думаю, что неопровержимая частичка доказательства в том, что такие стейблкоины, как USDC и Tether, являются в максимальной степени, которую только можно сказать, институциональными. И да, они то, что подпитывает полностью децентрализованную экономику. Я считаю, что сейчас невозможно отрицать, что институциональное распространение сможет подпитать базовую адаптацию и наоборот. Просто я думаю, что в тот момент было слишком рано, когда мы институционалов подводили к платежам. Они не привели своих клиентов в блокчейн. Например, скажем, если ваш банк использует... Ну, скажем, они используют технологию платежей Ripple. Они используют блокчейн, они используют XRP Ledger. Для вас, как клиентов, это не видно. Они не приведут этим у вас в блокчейн. Но что сейчас интересно о второй волне институционального распространения, в том, что они либо напрямую приводят в блокчейн своих клиентов, или они позволяют что-то делать людям на блокчейне. Я думаю, что нужно смириться и принять то, что нас ждет массовое распространение. Это что-то будет из серии нас окружающего. И еще я думаю, что причина того, что люди были скептически настроены, а теперь есть неопровержимое доказательство того, что это не значит, что все повсеместно должно быть регулировано. Я думаю, люди не понимали, что... Можно иметь цейбл-коин, или даже целый портфель, или токенизированную ценную бумагу, которая абсолютно всесторонне зарегулирована, по которой проходит KYC и IML по каждому клиенту. И при этом, с другой стороны, есть токены, представляющие интересы собственника, или залоговые обязательства, которые совершенно децентрализованы. Это происходит сейчас. Дэвид, и на этой ноте я думаю, что мы подошли к концу. Огромное спасибо, что ты пришел в гости. Здорово поговорить и увидеться вживую. И, как всегда, отличные вводные. Большое спасибо, тоже было очень приятно пообщаться. И до сих пор не могу поверить, что вы сделали целую студию посреди конференции. Приятно слышать. Хочу, чтобы все увидели, как вы здесь все невероятно круто настроили. Большое спасибо. Спасибо. Вот. Так что, друзья, знаете, с чем черт не шутит? В целом, конечно, Ripple, да, это старый отработанный материал, можно сказать. С другой стороны, он не соскамился до сих пор. Он все еще вот ползает по дну накопительного канала. И мы знаем с вами, что когда Ripple пампит, он это делает очень резко и активно, и хорошо. Вот. RSI, в принципе, бычий тоже. Поэтому, не знаю, я думаю, Ripple следующий на вот эти вот свечки. Ну, как минимум 20-30% в день. А там уже потом и 100, и 200, и посмотрим, как говорится, докуда это может дойти. Но все равно, друзья, помним, что у нас здесь сидит сильный продавец на 70 с чем-то тысячах по биткоину. И, соответственно, все это может неплохо упасть. И в моменте мы можем пробить вот эту параболическую трендовую легко. Так что, может быть, на это сейчас и расчет. Если сейчас реально большинство людей ждут шорт, даже не шортят, а просто ждут цен ниже, то, возможно, их и не дадут. Поэтому обезопасьте себя. Позаботьтесь о том, чтобы вы были хотя бы частично в ракете. По альтизону индексу вообще надо залетать. На всю котлету, в альты практически. Ну, на всю котлету, когда он упадет на 10, если упадет. Но он не факт, что упадет туда, потому что здесь есть все еще аптренд, в принципе, по низам. Ну, что, будьте осторожны с тоном, с нотом, с пепе, вот с этим всем добришком, которое выдало уже мультииксы. И накапливайте потихоньку то, что еще не улетело. И будет вам профит. А у меня на этом все. С вами был Гриня. Спасибо, что смотрите CryptoCommons. Ставьте лайк. Помните, что в долгу еще ничего не начиналось. Социальный риск вот у нас с вами отбился. Наконец-то одна и пошел наверх. То есть потом уже, когда социальный риск будет 0.5-0.7, уже покупать будет не надо, друзья. А пока торопитесь в ракету, пока она еще не улетела. И последние билетики на нее продаются задешево. Так-то вот, посмотрите, мы четко-четко идем в аптренде, выходим из канала накопления по логарифмической регрессии. Вот у нас мы здесь из него вырвались, начался bullrun. Здесь вырвались, начался bullrun. И вот здесь мы вырвались. Вот сейчас из него вырываемся, друзья. Поэтому, перейдя в линейную шкалу, надо понимать, что это будет вот так, вынесут просто экраны всех самых больших мониторов, даже вертикальных, если есть. Сейчас, кстати, для тех этих инстаграмщиков, кто шорцы, для них надо вот такие мониторы делать, типа, поняли, да? Сверху вниз, как зеркала в полный рост. Ну ладно, это была шутка, но в любой шутке, как говорится, промежутки. Так что на связи, друзья. Подписывайтесь к нам в телеграмчик обязательно. Вот там вот вы видите ссылку на экране. И всем профитролей, скоро увидимся. Пока-пока-пока. Пишите в комментариях, какие темы затронуть в следующем видео и стриме.